Девушки отдыхают Мама? Наверное, пришла тебя навестить Пусть она не заходит Мы выйдем здесь Эдже, не говори ничего плохого Она твоя мама А ну-ка ты, иди сюда Сюда иди, Катюка Я тебе говорю, сюда иди Подойди сюда Мама, что ты делаешь? Отпусти, что ты делаешь? Ну, что с вами? Не притворяйся мне Я не попадусь на твои трюки Ты не можешь играть, используя мою дочь Мама, приди в себя Это ты приди в себя, дочка Ты приди в себя, наконец Открой глаза Ты только посмотри на лицо этой женщины Посмотри Хорошенько посмотри Я не знаю, что она делает Как она это делает? Но она роет тебе яму Я правда сейчас заплачу Прось врать Заплачет она Заплачешь, так плачь Эдже Это она все спланировала Я клянусь тебе, дочка Это она спланировала Она подставила меня Я знаю Поверь, я все знаю Но не могу доказать Не могу Смотри, эта женщина Отдалила меня от виллы А знаешь, почему она это сделала? Она сделала это Чтобы манипулировать тобой Потому что, когда я была здесь Рядом с тобой Она не могла к тебе приблизиться Я препятствовала этому Но не я ее цель Ты Она взяла тебя в свои руки Вазилет Хану В чем конкретно вы меня обвиняете? В дружбе с вашей дочерью? Перестань врать Какая ты подруга? Ты завела меня в ловушку Чего ты только не сделала Чтобы заманить меня в ловушку с картиной Это очень серьезное обвинение Вы нездоровы, Вазилет Хану? Ты посмотри, смотри, смотри Смотри Эдже Доченька, эта женщина опасна Мама, отпусти Очень опасна Почему ты этого не понимаешь? Ее зла не твой разум Ни мой не постигнет Она самого дьявола укачает в подоле Я клянусь тебе Мама Она настолько плохая Почему она сблизилась с тобой Ни с того, ни с сего? Подумай Вазилет Ханум, я поняла Вы считаете, что ваша дочь мне не подходит Дочка, смотри Мама, ты бесишься, да? Ты стоишь передо мной и бесишься Ты бесишься от того, что я больше не нуждаюсь в тебе Доченька, посмотри Ну смотри Я и без тебя могу стоять на ногах Причем твердо И без каких-либо камней под ногами И ты не можешь это перевернуть Ты не выносишь это Потому что больше не можешь управлять мною, как марионеткой Но уже все кончено Твоя марионетка уже взяла свои нити в свои руки Ладно Как ты можешь мне такие слова говорить в присутствии этой женщины? Мама, пойми уже, хорошо? Пойми Ты была бременем на моей спине И я его сбросила Кончено И теперь рядом со мной те, кого хочу я Вот и все Огорчена не твоими оскорблениями А твоей глупостью Глупая девочка Глупая Лекарство, которое я дал ранее Есимин Хануму Вы можете дать своему мужу, Эджи Хануму Поверьте, оно совершенно безвредно Эджи Ханум, почему вы не садитесь? На столе чего-то не хватает? Нет, нет, все есть Вы закончили? Мы будем обслуживать Хорошо, сегодня вечером я сама обслужу Уходите, пока я вас не позову Идемте Идемте Ты была бременем на моей спине И я его сбросила Ты сбросила его, ушла и избавилась от меня Эджи Эгемин Пусть Боже Господи Идемте Хазан Доченька моя Хазан Доченька моя Доченька Это очень хорошее местечко, Ягазбей Мы сможем провести съемки, как хотим Дома расположены очень близко друг к другу Дома? Разве мы не собирались снимать вне дома? Да, хорошо, но мы же не останемся там, в конце концов То есть нам что, оставаться вплотную друг к другу? Да, конечно Нет, это место не подходит Так, а где это? Это один-единственный дом То есть, чтобы наши ребята могли устроиться на время съемок Хорошо, годится Но это немного далеко от места съемок То есть, чтобы разместить принадлежность, мы... Подходит, подходит, это он Я хочу после ужина, если ты, конечно, не против Пойти к сестре Она только что переехала, нужна помощь Пусть Джейхун отвезет тебя на машине Подождет там и привезет обратно Можно, конечно Можно Отец, мы можем поговорить после ужина? О чем? Не знаю Что может быть после сегодняшнего? Например, то, что ЕГЭС войдет в косметическую индустрию за свой счет Почему тебя это интересует? Хороший вопрос Почему интересует? Слушай, отец, дело больше не в братстве Это само по себе скандал Необъяснимый для рынка скандал Да, конечно, меня тоже волнует рынок Но твоя заинтересованность действительно вызвала слезы у меня на глазах Вы стали настоящими братьями после того, как похоронили отца Да Этот человек не в порядке Действительно не в порядке Ты понимаешь, как правильно ты поступила, дав лекарство, не так ли, Эджи? Он сошел с ума ЯГЭС, послушай, отец сорвал ремень и идет полным ходом Ты создаешь себе проблемы, не упрямься, он тебе и воды не подаст Я и так ничего не жду от отца, хорошо? А ты не бери в голову, расслабься ЯГЭС, слушай, оставь это упрямство Сам себя погубишь Я с самого начала сказал тебе Сказал, давай не будем лезть в этот косметический бизнес А ты еще пошел, втянув в это дело своя счницу отца Слушай, парень, это дело родилось мертвым в тот день, когда Синан Он втянул в это дело девушку, понял? А отец сейчас похоронил, разве ты не понимаешь? Оставь, пусть похоронит Пусть лучше похоронит дело, чем тебя Гехан, расслабься, ладно? Каким бы ни был конец, я спокоен Давай отдыхай Он говорит, что спокоен Он все еще говорит, что спокоен Браво Ясимин, что происходит? Что ты делаешь? Так как у меня не осталось терпения спрашивать тебя о том же Я лишь аплодирую Я не хотела прерывать твое трогательное братское шоу Это никак не связано с братством Мы войдем в косметический бизнес с тем, что у нас есть в кармане Что мы делаем? Мы что, играем в песочницы? Не будут ли над нами смеяться весь рынок, а? Как ты думаешь? Ну, пусть смеются И потом, разве твой брат не уедет в Америку? Если тебе так хочется побыть старшим братом Положи ему в карман сто долларов и отправь Человек, про которого ты говоришь Положи в карман сто долларов, мой брат Правда Но и ты пошел на праздничный ужин, когда он подал в отставку Сегодня вечером за ужином Твой отец сказал только одну правдивую вещь Это было связано с вашим братством Возьмись за ум уже, ситуация накаляется Твой отец совершает неадекватные поступки Субтитры сделал DimaTorzok Как эгемент групп Мы больше не связаны с косметикой Вы облажались с этим проектом Не успели его выполнить Бухгалтерия подсчитает ущерб, который вы причинили компанию И подаст судебный иск о выплате Слушай, парень, это дело родилось мертвым В тот день, когда Синан втянул в это дело девушку, понял? А отец сейчас похоронил Оставь это дело, не упрямься Он тебе и воды не подаст Сам себя погубишь Ты знаешь, как я борюсь сам с собой? Ты знаешь, какие вопросы я задаю себе? Когда тебе задаю этот вопрос? Ты знаешь, сколько раз я говорю себе? Он твой брат Брат он твой Когда каждый раз вижу вас вместе Ты хоть понимаешь? Как мне тяжело смотреть на это Я не влюблен в Казан Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Но это не делает тебя хорошим игроком в баскетбол. А вот как. А твой дриблинг, как у ребенка, не делает тебя тренером. Только я выпускница спортивной академии. Напоминаю тебе. Хорошо. Первая подача твоя. Прежде всего, спасибо, что ждали меня до этого времени. Синанбей, честно говоря, я думал, вы собираетесь сменить машину, когда сказали, что идете. Нет, это... Это все уже в прошлом. Теперь только продал. И все. И все. Я сразу же вам сообщу, когда он будет продан. Добро пожаловать. Добрый вечер. Вы пришли к Хазан Халум? Да. Я пришла к сестре. А она что, вышла? Она в спортзале. На этаже минус один. Хорошо, спасибо. 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 Ты очень хорошо защищаешься. А вот это фол. Фол. Фу. Нет, нет. Слушай, а ну фол же. Да. Нет, нет, это фол. Нет. Ну, слушай. Да. Твоя нога была на линии. Да, Ягас, правда? Ты думал, я такая неженка? По-моему, играй лучше с мячиком для пинг-понга. Хорошо. Иди посмотри, там есть боксерская игрушка. Голоти по ней. Просветлеешь. Ха-ха-ха. Давай, боксерша. Ну, давай, боксерша. Я пошел. Ах ты. Что случилось? Дыхание перехватило? Добро пожаловать, Эджи. Эджи? Ты откуда взялась? Погоди, я потная. Да вот, решила зайти, сестра. Узнала в вестибюле, что ты в зале. Хорошо, добро пожаловать. А мы как раз играли в баскетбол. Видела. Честно говоря, вы так хорошо играли, что я не хотела вас прерывать. Я почти победила. Я тоже пойду, пока пот не остыл, а то спину прихватит. Давай, пойдем в раздевалку. Идем. Жду от тебя второй раунд. Она слышала. Она все слышала. О, а я как раз твой... Что с лицом? Кажется, у тебя тоже бензин закончился. Ты что, толкал машину? Да, так. Вспотел немного. А, хорошо, что ты сказал. А то бы тебе так не скажешь. Тогда ты прими душ, потом приходи, поговорим. Я купил пиццу. Лидишь? Пойди вместе. Давай. Дима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я заварила чай с Мелиссой. Эти подставки. Как мило. А моему племяннику можно это? Можно? Твоя тётя тебя любит. Хороший мой. Как это мило. Он пинается? Нет, ещё рано. Рано? Да. А, Эджи, интересно, это будет мальчик или девочка? Мне тоже очень любопытно. Приходи в следующий раз на обследование. Честно? Да. Хорошо, приду. Давай. Давай, пей чай. Пей. Оставь чай. Давай поговорим с тобой. Давай, поговорим. О чём поговорим? Это ты пришла без предупреждений в такое время. Ты давай рассказывай. Точно, я специально пришла без предупреждения. Я что-то упустила? Нет, дорогая, ты ничего не упустила. Он упустил. Ягыз. Он упустил мяч. Эджи, милая, с тобой всё в порядке? Сестра, послушай. Я спрашиваю тебя в первый и последний раз. Я поверю в ответ, который ты дашь. Я... даже не понимаю, о чём ты говоришь. Сестра, ты уверена, что между тобой и Ягызом ничего нет? Послушай, ты сама слышишь, что ты говоришь? А? Это вопрос или оскорбление? Изумительно. Я ещё не смогла пережить оскорбление Синана, как моя сестра предстала передо мной с этим же. Смотрите, что она приписывает своей сестре. Ты что мне приписываешь? Это имеет название? Сестра, успокойся. Как я могу успокоиться? Как? Ты понимаешь, что ты мне сказала, девочка? Ты сейчас даже Синана превзошла. Хорошо, что он не видел, как вы играете в баскетбол. Эджи, посмотри на меня и приди в себя. Приди в себя, хорошо? Смотри, если бы это сказала не моя сестра. Придержи свой язык и свои мысли, поняла? Этот человек, которого ты мне приписываешь, брат Синана. А, то есть, если бы он не был братом... Эджи, это было бы невозможно, даже если бы в мире остались только он и я. Это слишком громкое заявление. Я заявляю. Я заявляю, заявляю, госпожа. Если дело дошло до этого, то я громко заявляю. Ты громко заявляла и после номера в отеле, но... Смотри, теперь ты играешь в баскетбол с человеком, который хотел тебя задушить. Ты ничего не знаешь. Я, Гэст, не такой человек, понятно? Мы очень хорошие, близкие друзья. И все. Тогда расскажи мне, чтоб я знала, сестра. Интересно, ты пришла, чтобы нести всякую чушь или злить меня? Я не пытаюсь сказать тебе ничего плохого. Я просто хочу сказать, что вижу... Эджи, слушай, ты испытываешь мое терпение, понятно? Либо садись и расскажи мне, зачем ты пришла, либо уходи, потому что мне рано вставать и ехать в ААВу. У меня съемки. Ты хоть представляешь, на какой риск ты идешь из-за этой загородной ерунды? Что, если мы облажаемся, как сказал Гехан, или как боялся отец? Ты вкладываешь в это дело все, что у тебя есть. Оно действительно того стоит? Ради того, что оно того стоит. Что-то, на что стоит потратить все до последнего куруша в кармане? Брат, послушай, не знаю, нужно ли мне тебе напоминать, но... Это я бродяга, а ты бизнесмен. То есть то, что я останусь без денег, и то, что ты останешься без денег, это не одно и то же. Я и не забывал. Брат, не делай этого ради бога, это не твое. Ты не ведешь себя эмоционально в бизнесе, так не рискуешь, не наивен. Я твой старший брат и пошел на такой риск. Если я говорю, что оно того стоит, значит, оно того стоит. Хорошо, но ради чего? Ради чего ты можешь мне это сказать? Банкротство, так банкротство. Оно того стоит. Потерпи. У меня небольшое дело в вестибюле. Завтра мы встанем пораньше. Не забывай. Не забывай. Но, сестра, я уже жалею, что пришла. Зачем ты пришла? Я не поняла. Пришла нести всякую чушь? Что мне делать? Дома мне было скучно, и я хотела немного поболтать. Ты наболталась, наболталась. Очень хорошо наболталась. Из-за Синана ты стала очень чувствительной в этом вопросе. Ладно, я тогда пойду. Я ухожу. Удачи завтра на съемках. Спросила бы про маму хотя бы. Меня не волнует. Я хочу, чтобы она пришла сюда. Ого. Мир перевернулся. Кто бы мог подумать, правда, сестра? Фазилет Ханум, отвернувшаяся от птицы счастья, будет ютиться у гадкого утенка, с которым она была на ножах. Очень хорошо. Давай, увидимся. ПОДПИШИВАЮЩЕЙСЯ Почему-то мой внутренний голос говорил мне, что сегодня мы еще раз встретимся. Хорошо. Раз уж ты знаешь, почему я тебя жду, не будем более затягивать. Я скажу ясно и открыто. Чтобы ты не видела и не слышала в тот день, забудь об этом. Мы решили эту проблему с Синаном. Забыть тот день. А как насчет сегодняшнего вечера? Я видела вас. Вы меня даже не заметили. И я прекрасно знаю ответ на этот вопрос. И ты действительно влюбился. Слушай, забудь то, что ты по-твоему знаешь. Веди себя как настоящая сестра. Хорошо? Потому что я веду себя как настоящий брат. Ты действительно влюблен. Мы нахлопаем. И нахлопаем. И нахлопаем. Так, хорошо. Возьмите накидку, Хазан. Хорошо. Так, давайте. Место, которое вы хотели увидеть, готово. Хорошо. Новое место? У нас будут съемки в помещении. Тогда я тоже иду. Это лучше, чем быть здесь. Нет, нет, ты останься здесь и присмотри за нашей моделью. Все равно чуть позже вы поменяете место. Давайте, поторопитесь, они скоро спустятся. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Легкой работы. Спасибо. Хазымбей хочет свой травяной чай. Я приготовлю, Эджехан. Нет, нет. Оставьте это. Занимайтесь своими делами. Я налью. Легарин. Хотите лимон? Нет. Нет, нет. Нет необходимости. Спасибо. Легкая работа. Спасибо. Я избавлю от тебя и жену и дочь. Ты меня понял? Мы больше не связаны с косметикой. Мы говорим о выброшенном в мусор проекте, средства на которые были потрачены из казны этой компании на протяжении 8 месяцев. Бухгалтерия подчитает ущерб, который вы причинили компании, и подаст судебный иск о выплате. Что ты делаешь, Хасим? Что с тобой происходит? Что ты такое делаешь? Что делаешь? Доброе утро. Доброе утро. Я приготовила для вас травяной чай. Благодарю, Эдже. Благодарю. Я пойду в школу, а то опоздаю. Я пойду в школу, Эдже. Давай, сынок, береги себя. Давай. Не опаздывай вечером. Боже мой, защити моего мальчика, господи. Не сглазить бы тебя, поступки твоего отца никак не повлияли на тебя. Ешь, доченька, приятного аппетита. Я… Я не поняла. Вы что, обиделись? Твой отец приставил оружие к голове твоего мужа, а я не знаю, как ложусь вечером и встаю утром, ты сидишь здесь и ешь, как чертов гуся-копа. Тетя Шу… Мама Шукрия, я не виновата в том, что случилось прошлой ночью. Виноват муж. И эта женщина. Несмотря на то, что к его голове было приставлено оружие, мой муж отрицал наличие сообщения. Видишь, Господь не позволил договорить. Слушай, мой сын чуть не лишился жизни. Вот что происходит, когда ешь днем и ночью без конца. Мы готовы, Синанбей. Садитесь. Что мне делать в лодке? Вы что, меня будете снимать? Наш фотограф будет в соседней лодке. Он будет занят объективом. Вы будете в одной лодке с Хазан Ханум, иначе вы не увидите съемку. О, Боже. Я посижу рядом с фотографом. Только там нет места, там многолюдно, и техническая команда плывет на этой лодке. Не делай это. Эта лодка слишком большая для нас двоих. Хорошо. Дело за мной. Ай. Аккуратнее, аккуратнее. Отличная работа. Большое спасибо вам. Пожалуйста. Хорошего дня. Если возникнут проблемы, позвоните. Хорошо, госпожа. Спасибо. Все готово? Все улажено? Все готово, как вы и хотели. Отлично. Хорошо, тогда мы можем вернуться. Можно поаккуратнее? Ты испортил мне одежду. Перестань крутиться. Интересно, как люди будут снимать отсюда? Да, Хазан, мы готовы. Вы можете снять накидку. Хазан, сконцентрируйтесь, пожалуйста. Да, очень хорошо. Отлично. Так, так. Не делай так. Ты брызгаешь водой. Что ты делаешь? Что ты делаешь, мне интересно? Не бойся, не бойся. Твой макияж не смоется. В принципе, я смотрю. Там, кажется, килограмма три или около того, не так ли? У тебя проблемы с моим макияжем? Хазан, сосредоточьтесь, смотрите сюда. Да, да. Скоро вся твоя краска будет смыта. Тогда ты не сможешь всё время прятаться за этой краской, конечно же. То есть, мне действительно интересно, что будет дальше. Ты будешь смотреться в зеркало и, уф, разочарование. Мы можем убрать Синанбея из лодки? Я не могу позировать. Он болтает всякую чушь и мешает мне сконцентрироваться. Болтаю чушь? Полную чушь. Чушь, полную высокомерие, эгоизм и избалованность. Как будто не ты свалил нам на голову всё это. Хазан, смотрите в камеру, пожалуйста. А теперь не говори больше ни слова, потому что ты можешь быть никчёмным бездельником. Так, значит… У меня дела. Что ты делаешь, мне интересно? Остановись! Ты сводишь меня с ума, Синан. А вы можете что-нибудь сказать ему? Синанбея, что вы делаете? Да, да, да. Я с ума сойду. Я действительно сойду с ума. Ну скажите ему что-нибудь, мы же отдаляемся. Брат, почему я здесь? Почему я здесь? Боже, ну почему я здесь? Почему? Почему мы здесь? Мы же уплываем. Я с ума схожу. Ты не замолкнешь, а? Не замолчу. Греби медленнее. Но мы же врежемся сейчас. Иди и греби ты, брат Хазан. О, проклятие! Только этого не хватало. Ладно, решил. Что случилось? Брат, послушай, я и Хазан – это совсем не хорошая идея. Джан Суханум, отведите Синана туда, где мы будем снимать и закажите ему что-нибудь поесть. Пусть отдохнет. Не-не-не, не надо. Я еду в Стамбул. Нет-нет. Ладно. Мы поняли. Тебе скучно, а? А теперь иди отдохни и поужинай. Мы даже поужинаем вместе. Парень, я все равно вернусь в Стамбул. Мы вернемся вместе. Давай, не порть настроение. Хорошо, ладно. Я провожу вас до машины. Начнем раньше, чем я думал. Ребята, перерыв! Какой перерыв? Какой перерыв? Из-за Синанбея мы не сняли ни одного кадра. Мы сделали перерыв съемок снаружи, но сейчас мы продолжим снимать в помещении. И это все? Твой брат испортил съемку, и ты ничего не скажешь? Хорошо? Ты босс. Меня это не волнует. Я иду в трейлер. Стой, стой, не ходи. Пошли со мной. Хорошо, возьму телефон и сумку. Их давно уже перенесли. Давай, мы опаздываем. Опаздываем. Моя красавица хочет вафли. Да. Хорошо, тогда обними свою маму, пойдем купим вафли. Айджа Ханум? Я немного прогуляюсь. Как скажите. Ты пошел, не так ли? Ты там? Молодец. Давай посмотрим, Фазилет Ханум. Найдем тебе новые занятия. Еще один новый заголовок. А этот будет так. Теща Хазым Эгемена в трущобах. Хорошо звучит. Хм-хм-хм. А-а-а... Эгемена... Вау! Эй, Джаханум, разве вы заглядывали к нам? Я собиралась позвонить, но столько всего произошло, я не смогла тебе позвонить. Не говори. Твой муж похитил твоего зятья, приставил оружие к его голове и все такое. Конечно же, ты тоже права, и тебе нелегко. Все ясно. С тобой опять не поговорить. Ладно. Если бы с этим парнем что-нибудь случилось, я бы тебе показал разговор. Крепче держи поводок мужа, Эджи. Мы не шутим на такие темы. Ты лучше всех нас знаешь. Возможно, у нас нет оружия и псов, которые запихивают людей в машины, но... Огус, я сделала все, чтобы защитить его той ночью. Несмотря на то, что моя ненависть... Я твою ненависть? Ты превратила парня в ходячий труп. Человек покраснел бы, постыдился бы. Не должна я краснеть. Пусть твой друг краснеет. Пусть краснеет за все, что он сделал. Когда я, несмотря ни на что, побежала к нему только потому, что он в больнице, он... Пусть он краснеет за то, что поцеловал эту девушку. Что? Девочка, что ты такое говоришь? Я видела их, Огус. Видела своими глазами. Ессин изменил мне. Он... Он изменил мне со своей женой. Субтитры создавал DimaTorzok Слушай, я еще раз повторяю. Если Синан есть и на этой съемке, будет сложно. Я больше не могу это терпеть. Я не могу терпеть его эгоизм и избалованность. Его мысли обо мне. Скажи, мама, это и есть любовь? Я и она? Когда запрещено? Почему мы остановились? Здесь нет домов. Знаешь, какие вопросы я задаю себе, когда тебе задают этот вопрос? Что-то случилось? Я Гыс. Я Гыс. Я спрашиваю, что-то случилось? Ты в курсе, что каждый раз, когда я вижу вас вместе, я говорю, он твой брат? Не бойся, мама. Мой брат не расстроится. Хочешь, я поведу машину, а? Да нет, я... Я просто на мгновение забыл дорогу. Хорошо, кажется, по этой. Да-да, по этой, верно. Красиво. Немного безлюдно. Ты хочешь что-то сказать? Уверен? Давай, иди. А ты не идешь? Скоро приду. Ты иди. Иди. С тобой все в порядке? В порядке. В полном порядке. Ладно. Тогда я иду, а ты придешь. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok А где все? Синан? Моя сумка и телефон оставались у вас. Субтитры создавал DimaTorzok Не беспокойся, я оделся и ухожу. А команда где? Не знаю. Что больше всего вы не прожили с Хазаном? Не смог поверить. Ни разу, сидя напротив, не смог сказать, что с нами случилось, что я сделал с нашими отношениями, Хазан. Не смог поговорить. То есть только она и я, без кого-либо еще. Мы не смогли поговорить с Хазаном. Ради брата. Эта дверь заперта. Как заперта? То есть просто заперта. Минутку, дай посмотрю. Ягыз был снаружи. Как это открывается? Брат! Ягыз! Ягыз, мы заперты, Ягыз! Ради блага всех нас. Да, ты слышишь меня? Ягыз, мы заперты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова